Здравствуйте! Мы продолжаем с вами курс практических занятий по дисциплине архитектурная графика для студентов-бакалавров первого курса образовательной программы архитектура. Сегодня тема наша будет посвящена шрифтам, а точнее архитектурным шрифтам, таким как узкий и широкий архитектурный шрифт. Это второй раздел, он называется «Шрифт», тема наша «Архитектурный шрифт» и задание сегодня мы будем выполнять нацелено на построение узкого и широкого архитектурного шрифта. Цель занятия изучить написание букв и цифр архитектурного шрифта, отработать технику написания узкого и широкого шрифта и в результате изучения сегодняшней темы, сегодняшнего задания студенты должны иметь представление об архитектурных шрифтах, знать закономерности построения узкого и широкого архитектурного шрифта и уметь выполнять надписи как узким, так и широким архитектурным шрифтом. На занятии мы охватим целый ряд вопросов, поговорим о кратких теоретических сведениях, получим задания, определимся с материально-техническим оснащением и рекомендациям по назначению. Обговорим последовательность выполнения данного задания, ознакомимся с методическими указаниями по строению узкого и широкого архитектурного шрифта, посмотрим, как выполнять необходимые упражнения по построению узкого архитектурного шрифта, и в конце ознакомимся с примерами выполнения как шрифтовых упражнений, так и шрифтовых композиций работ студентов прошлых лет. Итак, в истории мировой письменности имеется огромное количество шрифтов, отвечающих самым разнообразным требованиям, которые возникают в процессе создания рекламы, вывесок, памятных надписей, книг и различных документов. Особую группу составляют так называемые рисованные шрифты, отличающиеся индивидуальностью и богатым разнообразием. Такие шрифты возникли еще во времена древних цивилизаций и до сих пор они обновляются и создаются новые. В графическом оформлении любого чертежа важное место занимает правильный выбор шрифта, поэтому в архитектурной графике уделяется большое внимание подбору шрифтовой гарнитуры. Изменение архитектурного стиля или направления неизменно приведет к изменению шрифта. Вот почему к надписям на архитектурных чертежах предъявляются более высокие художественные требования. С большинством шрифтов, созданных в процессе исторического развития, студенты-архитекторы знакомятся на первом курсе. Ознакомимся с общими правилами, применяемыми в работе с любыми шрифтами. Такими как в пределах одного текста шрифт должен быть построен по одному принятому принципу. Например, в пределах одного текста неверным будет построение буквы О на основе круга, а такие буквы как С, Э, Ю на основе овала или эллипса. Кроме этого, необходимо научиться видеть конструктивные особенности каждого шрифта. Так, например, деление буквы по высоте средней линии, как правило, не совпадает с геометрической серединой буквы. Например, в буквах Н, В, Е, З горизонтальные элементы располагаются несколько выше геометрической середины, а у букв А и У средний элемент несколько ниже. Также необходимо научиться видеть характер рисунка наплыва в округлых буквах. Они должны быть одинаковыми в пределах одного шрифта. Также и характер раскрытия букв, таких как С, З, Э, должен быть также одинаковым. То есть, обратите внимание, верхняя часть закругления букв в представленных одинаково, на одинаковом расстоянии и одинаково исполненной. Аналогично и завершение нижних кончиков, если можно так сказать, букв, также находится на одном и той же высоте и в одинаковом округлостях. Далее, расстояние между буквами зависит от выбранной общей композиции текста. То есть, или нам надо текст более шире, например, одно слово, но более растянуть его так, чтобы он композиционно гармонично вписался в лист. Или, наоборот, его написать более плотно. Или, если заголовок, предположим, достаточно большой, надо рассчитать размещение этой надписи. И какое расстояние между буквами, тоже нужно предварительно сделать этот расчет. Поэтому об этом сейчас идет речь, что расстояние между буквами, оно в данном случае может быть рекомендованным, но выбирается, опять же, от композиционного положения шрифтовой строки. Так, например, расстояние между такими буквами, как ПНИ, должны быть максимальным, но максимальным той максимальной величины, которую вы задали в данном случае. А такие полуоткрытые буквы, как БО, между ними расстояние должно быть чуть меньше, поскольку оптически полуоткрытость и округлость этих форм может при том же расстоянии, как и при закрытых буквах, дать больше визуальный разрыв. Эти оптические иллюзии нам необходимо учитывать. Ну и такие открытые буквы, как Г и А, должны расстояния между ними быть минимальными. И чуть позже мы как раз это увидим и обратим на это особое внимание. Шрифтов очень много, но именно в архитектурном проектировании чаще всего используется узкий архитектурный шрифт. Он не зря назван архитектурным, который является упрощенным вариантом художественного шрифта «Гротеск». Шрифта без засечек, простого в написании. Узкий архитектурный шрифт прост в изображении, чем и объясняется его применение в оформлении графических работ. В данном случае вам как раз представлен пример, как выглядит узкий архитектурный шрифт, как буквы и цифры. Обязательно нужно будет придерживаться его канонического отображения. Канон – это называется закон, то есть специфика некоторых букв должна четко соответствовать начертанию в данном случае, как он представляется. Обратим внимание, как у буквки «Д» отображаются, значит, такие, как ножки. Специфично написание буквы «М», оно может быть и как и широкого, так и узкого написания. И что особо надо обратить внимание на то, что, несмотря на то, что шрифт достаточно прямоугольный, такой стремительный, но в нем присутствуют элементы закругления, которые берутся радиусом от, в данном случае, от середины модуля. О модуле сейчас поговорим. Итак, строгость этой шрифтовой композиции хорошо гармонирует с любыми графическими работами. Расчет написей, выполненных узким архитектурным шрифтом, очень прост. Расстояние между буквами или пробел в шрифте в основном один и тот же, в словах с одной высоты, в отличие от художественных шрифтов. Это объясняется тем, что гарнитуры узкого архитектурного шрифта вписываются в узкие прямоугольники, и площадь между буквами получается практически одинаковой. Итак, задание на сегодняшнее наше занятие. Тема архитектурный шрифт. На формате А4 выполнить упражнение по отработке техники начертания букв и цифр узкого и широкого архитектурных шрифтов. При этом обращаю ваше особое внимание, что узкий шрифт для его отработки потребуется написание, набор алфавита и цифр высотой в 1 см, 0,7 см высотой и 0,5 см высотой. Итого, значит, три размерных категории. При этом каждый из них нужно еще выполнить в соотношениях 1 к 4, 1 к 5 и 1 к 6. Это значит, что необходимо выполнить три строки высотой в 1 см соотношением 1, 1 к 4, 2, 1 к 5 и 1 к 6. Еще три строки в этих же соотношениях, но высотой 0,7 см и еще три строки в высотой 0,5 см соотношением 1 из них 1 к 4, 1 к 5 и 1 к 6. Итого у вас должно быть 9 строк узкого архитектурного шрифта. Каждая величина должна быть отработана в соотношениях, вам представленных. Широкий архитектурный шрифт выполняться будет в двух величинах, высотой в 0,7 см и 0,5 см. Итого у вас будет всего лишь две строки, выполненные широким шрифтом. Поэтому при начале работы необходимо сразу композиционно разместить и продумать, где и как вы будете наносить те или иные строки. Для выполнения упражнения необходимо использовать твердые карандаши. Мягкими карандашами шрифты не наносятся. Шрифт должен быть стройным, достаточно звонким. В нем не должно присутствовать рыхлых линий. Построение все будет проводиться под инструмент. Цель занятия – отработать технику написания узкого и широкого архитектурного шрифта. В результате задачей данного занятия должны быть следующие компетенции. Вы должны иметь представление об архитектурных шрифтах, знать закономерности построения узкого и широкого архитектурного шрифта, уметь выполнять надписи узким и широким архитектурным шрифтом. Итак, какова должна быть у нас обеспеченность нашего занятия? Работать мы будем на бумаге для черчения формата А4, то есть ватман. Использоваться будут чертежные инструменты, такие как линейки, угольники, циркуль, карандаши различной твердости. Карандаши, еще раз подчеркиваю, твердые. Какой в данном случае вы для себя будете выбирать, это уже с предыдущего занятия необходимо было бы вам уже определиться, каким карандашом наиболее комфортно он вам подчиняется, если можно так сказать, и отображает именно тот нажим и качество линии, которую вы задумываете. Конечно же, все линии построения строятся самыми твердыми карандашами, а непосредственно вписываемый шрифт или обводимый шрифт более мягким. Но в данном случае у нас самые мягкие ТМ. Мягкими карандашами, подчеркиваю, нежелательно, поскольку качество графики может дать не лучший вариант. Хотя, опять же, подчеркиваю, это очень индивидуально. Для кого-то твердые карандаши будут казаться очень твердыми. Ну и, конечно, раз карандашами мы пользуемся, то, естественно, у нас должна быть резинка, и всегда при нас должен быть канцелярский нож и наждачная бумага для затачивания грифеля. Карандаш нужно постоянно затачивать, грифель имеется в виду, чтобы кончик карандаша был острый и давал нужную толщину линии. Ну и, конечно, салфетки, поскольку грифель, чтобы и работу, и инструменты, и руки мы держали в чистоте. Далее. Для того, чтобы отработать технику исполнения шрифтов, специально для этого вам и даются упражнения. Упражнения достаточно насыщенные, как вы поняли. То есть это девять строк узкого шрифта и плюс две строки широкого шрифта. Всё это полный состав алфавита и цифр. Вами нужно, чтобы вы их отработали, нанесли. А хочу сказать, что работа кропотливая, требующая усидчивости и тщательности исполнения, чтобы при этом и работа у вас не была грязной. Поэтому ещё раз напоминаю, все линии построения нужно наносить твёрдыми карандашами, то есть повышенной твёрдости, а уже непосредственно обводку или уже в дальнейшем и написание самих букв более мягкими. Имеется в виду более мягкими в разряде твёрдых карандашей. Итак, выполняя определённые упражнения, можно развить навыки написания шрифтов. Но в первую очередь это под карандаш. Затем мы уже будем с вами иеропедограф и перо. И при этом, если отрабатывается эта техника, то в дальнейшем построение становится простым и для вас не будет составлять труда. Тренироваться следует на листе плотной белой бумаги. Прежде всего нужно внимательно изучить конструкцию букв и цифр архитектурного шрифта. Чем мы, собственно говоря, с вами и будем заниматься сейчас. После этого проводятся на листе две параллельные линии на расстоянии, соответствующей высоте букв. То есть мы таким образом сформируем на листе ограничители, в которые между этими параллельными линиями мы будем вписывать буквы. На образовавшейся полосе делают разметку ширины букв и расстояний между ними. Как это делается, мы сейчас с вами и будем разбираться. Затем через полученные точки до пересечения со второй линии необходимо провести перпендикулярные прямые. Теперь в полученные прямоугольники, так называемые модули, можно вписать буквы. Для начала рекомендуется написание букв алфавита. Со временем, когда эта стадия работы будет хорошо усвоена, можно приступать к выполнению надписей, состоящих не только из отдельных букв, но и из слов. Впоследствии можно отказаться от вычерчивания модуля для каждой буквы, но привычку проводить две параллельные линии на высоту строки необходимо сохранить. Итак, перед вами как раз таки расписан и представлен в тех соотношениях, которые используются в написании шрифта в архитектурном проектировании. Итак, как выполняется последовательность выполнения данного задания? То есть, первонаперво надо построить сетку для написания алфавитных и цифровых рядов узкого шрифта. И как мы только что говорили, необходимо нанести две параллельные линии, верхнюю и нижнюю, на высоту буквы, ту, которую мы будем задавать. При этом выявить основные закономерности построения узкого шрифта нам необходимо сейчас. Они заключаются в трех, так скажем, их характерных принципах написания. Это соотношения 1 к 4, 1 к 5 и 1 к 6. Они как раз перед вами представлены. Верхняя строка это шрифт написан в соотношении 1 к 4, вторая 1 к 5 и нижняя 1 к 6. Обратим внимание на конструкцию этих написаний букв. То есть, визуально мы уже видим, что соотношение 1 к 4 дает шрифт более массивный, более приземистый, так можно сказать, но при этом более пространственный, то есть облегченный. То есть, он с одной стороны вроде как массивен, но по своей плотности более разреженный. В свою очередь узкий архитектурный шрифт в соотношении 1 к 5 становится более стройнее, нежели 1 к 4 при одной и той же высоте. И, наконец, 1 к 6 мы видим, что это самый изящный шрифт, более устремленный и тонкий. Но, с другой стороны, он дает еще и уплотнение. Забегая вперед, так как нам предстоит формировать композицию еще из этих шрифтов, то нужно сразу зрительно зафиксировать вид этих получаемых форм. В данном случае лента, состоящая из алфавита, дает линейную форму, аналогично, как и широкую. При этом уплотнение между буквами дает ей массу, то есть может дать плоскость. Вот эти закономерности обязательно обратите внимание и запомните так, чтобы всеми этими композиционными приемами при формировании композиции вы могли бы пользоваться. Какой же высоты берутся написания этих шрифтов? Высота идет установленная стандартная. Для узкого архитектурного шрифта она может быть в 1 см, в 7 мм и в 5 мм высотой. В зависимости от формата чертежа, которым вы будете наносить сопутствующие надписи в виде узкого архитектурного шрифта. Он должен быть не более 10 мм, то есть 1 см. Поскольку наша рука, так как мы сейчас отрабатываем под инструмент, и нам не составит труда выстроить шрифт достаточно стройным и четким, но в дальнейшем для быстрого исполнения этот шрифт также удобен и для ручного нанесения написания этих букв. Но для этого нужно, конечно, отработать эту технику. Так вот, в этом случае наша рука до 1 см может выполнить графичную линию, а вот больше она уже дает некачественное исполнение. Поэтому это одна характеристика. Во-вторых, так как узкий шрифт, мы в большей степени используем на форматах таких как А4, А3, А2, то в сантиметр высотой, конечно, будет от размера использоваться. На формате А4 для подписания работы мы используем размер 5 мм. Дальше, следующий шаг. Необходимо построить сетку для написания алфавитных и цифровых рядов широкого архитектурного шрифта. То есть мы сначала провели две параллельные линии, затем нам необходимо разбить ее на модули. В этом случае как раз нам дается в помощь вот этот параметр, заданный. Ну, давайте возьмем 1 в 4, чтобы было понятно. Это означает, что единица является модулем. И оно идет в соотношении в 4 раза. Единица в 4 раза укладывается. Для этого берем высоту буквы. В данном случае давайте возьмем высоту букв в 1 см. Проведем одну линию, проведем вторую линию на расстоянии в 1 см. Разобьем эту высоту на 4 равные части. Из которых... Вот, на 4 равные части проведем эти параллели. Из которых 1 четвертая и будет являться шириной буквы. Все очень просто. Нашли эти точки, подняли вертикали. Модульную сетку строим еле видимой для вашего глаза линией, значит, самым твердым карандашом. А затем уже в этот модуль вписываем букву. Буквы формируются на трех геометрических формах. То есть это треугольник, прямоугольник и овал, который вписывается в прямоугольную форму. Все они вписываются. Так вот, буква А – это основа треугольной формы. На верхней части, на центре находим точку, где будет располагаться наша вершина. И ее соединим с диагоналями, с нижними точками, где мы нашли величину модуля. Перекладинка наносится как раз на 1 четвертой снизу членения модуля. Расстояние между буквами, как мы уже с вами говорили, оно композиционно устанавливается. Но для выполнения нашего упражнения давайте возьмем величину в модуль. То есть 1 четвертой высоты. Таким образом, выстраиваем модульную сетку для узких букв. До буквы Ж пока что. И путем визуального восприятия на примере как раз таки наносим изображение буквы В. При этом под линейку наносим все перпендикулярно параллельные линии, не доводя до конца в тех углах, где требуется закругление. Как раз вот на этом примере можно увидеть, когда мы говорили об открытых и закрытых буквах. То есть вот, например, буква А и буква В – это одна закрытая, одна полуоткрытая буква. В принципе, здесь не читается так сильно разрыв, хотя расстояние между ними могло бы быть чуть меньше. А вот обратите внимание, соседство буквы Г и Д – это две открытые буквы. Ну, это, то есть треугольная и открытая буква Г. Видите, какой между ними идет разрыв. Из-за того, что расстояние мы сохранили то же самое, а визуально в данном случае строка разрывается. В этом плане требуется уменьшить расстояние между этими буквами. Далее в архитектурном шрифте есть буквы как узкие, так и широкие. Так, например, такие буквы как Ж, ну, М, оно может и таким способом быть написано, а может быть, как в предыдущем примере. Это ШЩЮ. В этом случае ширина модуля равна 1,5. То есть это величина модуля еще плюс половинка модуля. И для широких мух встроим отдельную модульную ячейку. Ширина ее, еще раз подчеркиваю, равна 1,5 модуля. В данном случае, вот мы с вами рассмотрели примеры, все аналогичные, точно так же строятся. 1 к 5, это высота, делится на 5 равных частей, а 1 к 6 делится на 6 равных частей. Во второй строке у нас ширина буквы равна 1,5, а в нижней строке 1,6. Поэтому она такая узкая и стройная. Широкий шрифт, забегая вперед, чтобы было понятно и фиксировалось в памяти, закономерность построения шрифта, он прост тем и очень популярен среди архитекторов, тем, что все буквы вписываются в квадрат. Модулем является квадрат. И обязательное условие сохранять геометрию этих форм. Если форма по своей конструкции базируется на треугольнике, то треугольник должен быть равносторонний, который вписывается в эту модульный квадрат. Соответственно, если окружность, то это не может быть овало, это должен быть круг. Обратите внимание, С, Ф, Э, О, в букве Ю тоже круг. Чтобы в данном случае из-за палочки в букве И и Ю они никак не могут вписаться, так как именно округлая часть должна быть именно кругом, то их присоединение в виде вертикальной линии она несколько выходит за пределы модуля. В букве Ю обязательно должна быть составная часть круг, не овал. Пропорции узкого архитектурного шрифта, как мы с вами уже сейчас говорили, равны 1,4, 1,5 и 1,6. В данном случае более подробно дается описание его построения и за пример взято соотношение 1 к 5. И, как мы с вами говорили, сначала наносятся две горизонтальные линии с величиной h, то есть какой величиной, а мы с вами говорили, он может быть сантиметр 0,7-0,5 сантиметра. И в данном случае для вашего внимания как раз представлено разделение на пять одинаковых частей. Наносятся горизонтальные линии, не обязательно их все простраивать, достаточно простроить одну по верхней части и одну в нижней части, то есть одну пятую сверху и одну пятую снизу, чтобы шрифт достаточно был не перегружен линиями построения. И ширина узких букв, как вы видите, вот единички стоят, это означает, что равны одному модулю, одной пятой. Широкая, широкие буквы, вот данная сучка буква Ж, равно полтора модуля, то есть модуль и еще его половинка. Расстояние между буквами, вот обозначенное буквой С, оно может быть равна модулю, может быть два-три модуля. Это в том случае, если расстояние между словами. Не буквами, а словами. Ну и в более крупном виде, как раз о чем и я обращала внимание, что при написании шрифтов надо помнить, используя линейку, мы сначала наносим все параллельно перпендикулярные линии, не доводя до конца углового элемента, для того, чтобы нанести его закругление. Ну, в таком мелком написании шрифта закругление, как правило, делается от руки. Если говорить о широком архитектурном шрифте, то, как я уже и говорила, этот шрифт особо пользуется популярностью тем, что еще более прост в написании, потому что его буквы вписываются в квадрат. Конфигурация букв основывается на трех геометрических формах. Квадрат, равносторонний треугольник и круг. Все, весь принцип написания перед вами представлен. Главное, чтобы ваши все буквы подчеркивали этот модуль. Именно квадрат. Отрабатывая технику написания, постепенно ваш глаз четко будет фиксировать этот модуль. И еще раз напоминаю, что такие широкие буквы, как И и Ю, в которых необходимо использовать сохранение модуля, например, мягкий знак полностью вписывается в модуль, то в букве И вертикальная стоечка, палочка, которая к ней относится, она немножко выходит за пределы модуля. Так, чтобы визуально сильно не выпадать из восприятия этого квадрата. Аналогично буква Ю. Но ее можно лучше всего, на мой взгляд, вписать именно окружность в квадрат, а непосредственно примыкающую вертикальную линию к ней добавить. Теперь, как выполняется упражнение, то есть непосредственно само построение узкого архитектурного шрифта. Вот как раз вам и представлены этапы, как можно вписать в модульную сетку буквы путем нанесения одинакового расстояния на данном этапе. Но когда вы будете формировать уже, отработаете технику написания, то вы, в принципе, можете уже ориентироваться, что соединение таких букв КГ и Д, находящихся рядом, или Г и А, или Г и Л, то обязательно надо помнить о той ошибке, которую вы можете допустить. Особенно это ярко просматривается, когда пишутся заголовки. И перед вами представлено упражнение, выполненное студентами с ошибками, вот в данном случае. Оценку я там вот вырезала. Правда, без использования широкого шрифта, но в данном плане студент сам, как и вы, будете искать композиционное его исполнение, как вы будете его отображать. То есть весь алфавит и цифровое исполнение должно иметь, каждый из них должен быть отработан. При этом, как я и говорила, высота берется разная. И соотношение тоже. Соотношение обязательно надо будет писать. То есть так, как я вам на предыдущих слайдах показывала. И преподаватель дал замечание, что буква Я неправильно прописана. И расстояние, обратите внимание, между буквами относительно композиционной оси в данном случае разрушает восприятие, гармоничного восприятия написанной строки. Ну и примеры выполнения шрифтового упражнения. В данном случае здесь представлены только одно соотношение. Видите, всего лишь три строки. Обращаю ваше внимание на это. Ещё, ещё раз. На вашем листе должно быть девять строк узкого архитектурного шрифта и две строки или два вида написания. То есть строк-то может быть больше, но полный состав алфавита должен и цифр должны быть здесь включены. И в более крупном варианте, как это должно быть выглядеть. То есть чтобы чётко было прописано, где и в каких соотношениях вы исполнили это задание. Не забывайте, обязательным условием является нанесение рамочки. Расстояние между краем бумаги и линией рамки идёт 5 мм. И раз вы отображаете и отрабатываете шрифт, то и написание или подписание работы также должно быть выполнено шрифтом. В данном случае у вас идёт арх20-3 и ваша фамилия. При этом помните и сначала также наносите две параллельные линии, наносите модульную сетку и в эту модульную сетку делаете расчёт, сколько у вас букв и как они будут вписываться в вашу работу. Ну и кроме работы, так скажем, практического задания, ещё у нас есть и занятия по СРС, то есть самостоятельная работа студента, иначе говоря, домашняя работа. Задание это более усложнённое, то есть на практическом вы отрабатываете технику, ознакомливаетесь с конструкцией шрифта, его особенностями, характерными элементами и заодно набиваете руку. Поэтому я вам и дала все виды соотношений, чтобы вы попробовали. И прежде чем делать задание на СРС, вам нужно сначала выполнить практическое задание, чтобы вы увидели, какие соотношения, какой вид шрифта узкого, широкого, как он выглядит, чтобы выполнить уже следующую работу. Тема та же, архитектурный шрифт, но задание теперь уже будет более творческое. На формате А4 сформировать шрифтовую композицию, организованную из букв, алфавита и цифр, узкого и широкого архитектурного шрифта, рекомендуемых размеров. Рекомендуемые размеры это 1 см, 0,7 см и 0,5 см. Без текстовой смысловой нагрузки. То есть никаких текстов, только набор букв, чтобы вы не отвлекались на какое-либо другое составление в композиции на смысл. Причем вам обязательно надо отработать написание всех букв, а в текстовых порой многие буквы не участвуют. Далее. Вычерчиваемые шрифтовые ряды могут представлять собой как отдельные линии различной ширины и длины, так и плоскости изгруппированных из этих линий рядами. При этом надо помнить, что расстояния между строчками не должны быть очень маленькими, чтобы ваши буквы по рядам не сливались. Шрифтовая композиция формируется с помощью композиционных приемов, используемых в архитектурной графике, такие как акцентность, фоновость, плановость, плотность, разреженность, продолжительность, прерывистость, жесткость, пластичность, статичность, динамичность и прочее. О чем идет речь? То есть шрифтовые ряды, которые формируются вами, или иначе говоря строки, они представляют собой линии. А значит, при формировании композиции вы как раз и можете использовать все те приемы, которые использовали в предыдущем занятии. Только теперь ваши линии будут наполнены буквами. Или точнее сказать, ряд букв будут создавать линии разной ширины, толщины, длины. Они могут быть, эти линии, прерывистые, а могут быть продолжительными. Если одна линия будет примыкать к другой линии, к третьей линии, но так, чтобы эти строки отдельно читались, а не сливались в одно единое месиво из букв, можно сформировать плоскость. Для выявления художественной выразительности шрифтовой композиции, передачи плановости и акцентности, необходимо использовать карандаши разной твердости. Опять же, подчеркиваю, твердые карандаши, но опять же на ваш выбор. Цель данного задания – это развить творческие способности в процессе самостоятельной работы по закреплению графических приемов и выразительных средств, отработать технику подачи, позволяющую наиболее выразительно отобразить замысел шрифтовой композиции. В результате изучения данной темы студенты должны иметь представление об архитектурных шрифтах, привить навыки построения узкого и широкого архитектурного шрифта, знать закономерности построения композиции элементами, которые являются буквы, цифры и сам алфавит, и сформировать шрифтовую композицию с высоким уровнем композиционно-графической проработки. То есть все навыки, которые вы приобрели при выполнении первого задания, где вы выявляли плоскости с помощью линий, все эти же приемы можно использовать и в этой работе, только линиями теперь у вас будут шрифтовые ряды. И примером тому могут служить вот такие работы. с предыдущих лет, опять же, мы видим, где и как уплотнение, разрежение шрифта, какие соотношения узкого архитектурного шрифта используются, как используется разреженность и уплотнение, опять же, повторяюсь, того, что мы перед этим с вами и говорили, и смотрели. Чтобы еще раз понять этот момент, нужно вернуться чуть раньше к этому видеоуроку и еще раз понять, что имелось в виду в акцентности моего внимания на уплотнение разрежения, какие шрифты более тяжелые становятся, какие более легкими, в каких соотношениях. Речь идет о узких архитектурных шрифтах. Широкий вы видите, он более пространственный, хотя и массивный. Композиции могут быть разными. К сожалению, в данном случае у меня под рукой оказались очень схожи по своей структуре, то есть не обязательно делать вот такие перпендикулярно-параллельные, пересекаемые, это очень скучно. Ищите свои варианты решения композиции. Они могут быть динамичными, статичными, пластичными, как и линии, с помощью которых вы создавали первое упражнение, то есть вы делали композиции из перпендикулярно-параллельных, вы делали из ломаных, делали из пластичных, и также, когда соединяли их вместе, все вместе взятые. Вот этот принцип берите во внимание и постарайтесь составить композицию, используя эти композиционные приемы. Ну и в конце занятия подведем, так скажем, вывод, что результатом выполненной работы по теме архитектурный шрифт должны быть две графические работы формата А4. Первое – это упражнение по отработке техники написания узкого и широкого шрифта с включением себя букв алфавита, и цифры высотой букв сантиметр 0,7-0,5 сантиметра, соотношение 1,4-1,5-1,6 и широкий шрифт шириной или модуля равным 0,7-0,5 сантиметра. Вторая работа – это шрифтовая композиция, организованная узким и широким архитектурным шрифтом из букв и цифр, рекомендуемых размеров, используя композиционные приемы, такие как акценты, плановость, линии, пятна, точки, уплотнение, разрежение, прерывистость, продолжительность. Данное задание позволит отработать технику написания узкого и широкого шрифта и формирование в них композиций. И в завершение рекомендуемая литература, одна из самых популярных, представлена вам. Она есть и в интернете, и вы легко каждый из них найдете. На этом наше занятие завершено. Я желаю вам успехов. Задание рассчитано на неделю, поэтому рассчитывайте свои силы. Каждый день нужно понемногу выполнять работу. Причем нужно выполнять ее параллельно. То есть сначала имеется в виду параллельно в том плане, что выполняя упражнения по отработке техники написания, сразу автоматически для себя фиксируйте, какими приемами можно использовать эти свойства, получаемые от начертания этих шрифтов, и применить их в композиции. Над композицией нужно думать уже сразу, чтобы успеть выполнить и то, и другое задание. Всего вам доброго! До следующей встречи!